Спасательный, постоянно пост организованный, осуществляет дежурство, мониторинга и также информирует граждан о правилах поведения на воде. Я смотрю, он не только на посту, да, и ходит по... Да, 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 общается с гражданами, принимает заявления и своевременно руководство ЦКЗ передает ту или иную информацию. В 2022-2023 годах городской пляж благоустраивали. Площадь организованной зоны отдыха у воды и самого пляжа увеличилась в несколько раз. Он оборудован по всем стандартам безопасности. Все спасатели аттестованы для помощи людям на воде. Все подготовлено, пляж обустроен, имеется даже волейбольная площадка. Дно водолазами нашими проверено, оно чистое, пологое, без всяких железок. Самое главное – это у нас присмотр за детьми, когда дети со взрослым выходят на водоем, чтобы взрослые не отвлекались, а следили за своими детишками. Замглавы пообщался с посетителями пляжа, спрашивал, что нравится, а что необходимо изменить. Жители делились впечатлениями от новой зоны отдыха. Добрый день. А вы местные жители? Как вам новое обустройство пляжа? Очень нравится. Из пожеланий – воду почище. Замглавы уточнил, что санация предусмотрена. Виктор Семин также отметил, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах, таких как городской пляж. На стихийных пляжах запрещено, что подтверждают предупреждающие знаки. О санкционированных местах купания в Щелкове и всей Московской области можно узнать по QR-коду на экране. Таких мест свыше 200, выбор большой, поэтому отдыхайте безопасно. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.